Господа, привет! Это будет последний ролик, связанный с Шеймосом, даю слово. По названию вы поняли, что я нашел его стэш, но сначала небольшая реклама. Надоело стоять в очереди на 2b2t или у тебя нет лицензии? Хочу предоставить вашему вниманию свежий анархический сервер, на который можно зайти даже с пиратки. Сервер стоит на версии 1.14.4, нету вайпов, правил и доната, которые бы мог затронуть игровой процесс. Завейте друзей, создавайте кланы и творите историю на сервере, айпи и ссылка на который будет в описании. А мы начинаем. Итак, началось все с того, что Шеймос сидел в своем дискорде со своими подписчиками, а мои товарищи начали втираться в доверие к Шеймосу, чтобы найти его базу. Предлагаю сделать базу, примерно на 90 тысяч блоков от спавна, ну там приблизительно, ну к свейковой базу, излучайно с политикой ординаты, Рокису там, например, он прилетит такое, сделает видео, что вот, я загрифилил опять Шеймоса, смотрите, я кажусь в сети. Не, я сейчас, сейчас, короче, у него цель на мой дипстэш, он будет Лодонхика выламывать и дезинформировать Лодонхика. У нас есть копирь в руке, то, что если тебя убьет Рокис, то мы можем типа написать репорт, фейспанч и его исключат. Погоди, стоп, за убийство мои? Так он меня уже убил. Да. А, ну вот. Как раз есть доказательства. Да, я уже кинул, короче, лидеру, я кинул табурету, это черед, короче, из дискорда по испанчу, я ему кинул прупы на Рокиса, он сказал, что уже собрано голосование. Она примерно должна находиться где-то в 110 тысячах по Аду по Иксу, это плюс, и где-то около 30 тысяч по Зет. Рокис был забанен по испанчу. О, да? Да. О, и так, и так хорошо. Я в текстовый канал скинул. Я думаю, вы помните, что у него был свой стэш, и именно корда этого стэша Боди дал Катуну. А, он, кстати, Рокис. Ну, подлани что-то? Ну, короче, меня выслеживает. Кстати, вроде бы Рокис загрепил новую базу нового Байкала, которую недавно спали, оказывается. Вот тут я хочу вам кое-что прояснить. Я не гриферил базу Байкала. Ее корды спалил тот самый фонг-ьюзер, Ака Ворлик, с которого типа убил Шеймус в своем видео. Спалил он ее случайно, и у меня была возможность грифануть новый Байкал, но я не стал этого делать из-за дружбы. Ну, по крайней мере, на тот момент дружбы. Либо он кто-то другой из русских, я не помню просто. Подробности, я просто не в новом Байкале состою. Я вот сейчас у тебя там в мире, да, запустил два мальчика. Здравствуй, Карпутик. Приветствую здесь. Как ваши... ничего? И как ваши дела? Привет. Я не знаю, почему роскость считает достижением убийства меня на спауне. Я ведь без вещей. Просто пришел на спаун раздавать арбузы, я арбузы, получается, раздал. Я тебя тоже убивал, кстати. Я знаю, а в зимовальной. Ты меня даже на сервере замутил, при этом я тебе не писал ни разу. А, я тебя замутил? Да, заигнорил. Ну, во-первых, где я прям команду икнор писал? Да, да, я помню, на стриме. То есть, прям, вы серьезно так запарились, чтобы меня на спауне найти? Прям твой личный хейтер, который прям... Прям готов часами на табликать и выискивать тебя. Ты про Ропеза? Да, да, да. Он до сих пор... Да, он, я не знаю, он сделал видос с дизинфой, да, там просмотр набрал. Ну, Заку, это не понравилось, такой вот раздор и постоянно какие-то конфликты. Он меня временно вылаз позвал, короче, там все-таки с удали. Но Зак не забывал, вот, я, типа, говорил, Зак не забыл. Он, типа, Зак хотел сначала механизм делать, чтобы кикнуть всех. Чтобы, как говори, вот, потом наши смогут так заходить, тогда вот можно будет круто сделать. Он уже тогда и планировал потом, как раз Рокис. Он был один из первых тех, кто потом бы Зак позвал. Он тогда, когда куда я и пробирался. Ну, короче, я понаговорил, где-то достать дизинфы, но меня забавляет то, что он сам в эту дизинфу верит. А, о, здравствуй. А, ты меня проглядил, круто. А я сейчас... Я, я под водой, это... Благодарю. Я прилетел, но не палился до последнего. Боди разрешил котнуну взять половину стэша, но они забрали лишь два двойных сундука. Некоторые интересующие вас вещи можете себе взять. Вот, но просто хотелось бы сейчас вот эти вещи сделать, чтобы они были запасами для... для многих людей. То есть, всё-таки не грифанули. Я удивлён. Кстати, некоторые помнят, как Шеймус неоднократно выставлял ситуацию, мол, он убил читера. Так вот, этот читер с ником Борликс был с Шеймусом на стэше и сидел с ним в ДС. На следующий день я решил вернуться на 2B2T и забирать шмот со стэша Шеймуса, который он сказал, что ему без разницы, а вещей на стэше было около 8 дабл-честок. Поэтому для нас труда не составила перенести шалкера к нам на базу. Короче, вот. Собственно, вот чего я набрал отсюда. Все свои вещи я в этот кит сложил. И сейчас забиваю. ТНТ у нас много визеров, много стаки тотем, ну можно взять, в принципе, они исчерпываемые. Там другая вагонетка в сторону стэша. А, в сторону стэша. Да. Вот она. Unbrecable Kit говорит. Не, мне такие какие-то нравятся, слушай. Так, все. У нас осталось еще чуть-чуть. Мы можем что-то взять. Мы можем гэпло взять, если хочешь. Альфа. А что это? Эк все равно тут много. Но за вот это вот... Ну, это я понял. Этот меч был 32К. Ладно, его уже нет смысла. Броня, кстати, вероятно, тоже была 32К. Если хочешь, можем хоть сейчас принять. О, а вот это что это такое? Вот это что у нас? О, май! Вот это я точно беру. Забираем, да? Сейчас я поищу пути, чтобы не спалиться. Мне вообще про стайки лавры немного не нравятся. Своим ботом все-таки получше будет, особенно если это дуэль. Потому что во время дуэли можно вокруг противника скакать. Смотри. То есть многое уже взяли, и тут в основном мусорка, но некоторые вот деревья, это можно поскладировать. Вот это еще классная штучка. Да хрена просто крыльев, чел. И нам уже их даже не жалко в киты ложить. Ну это ты сам знаешь что? Вот это тоже прикольная вещь. Да. Видишь, да? Шалкер кит. Тут инструменты, в принципе, это нам надо. Это фейспанчерам можно подарить, кстати. На этом стэше столько 32К. Ну это другой чел нашел. Это Владом Хико Бодя, помнишь? Этот стэш был у него в видео. И вот так. Это я не знаю что. А, файт кит Оу. Поэтому она подписанная. Это тоже какой-то, ну вот, использовано. Вот еще есть Вау. Не, ну типа, а почему никто больше не нашел этот кит гораздо раньше? Ой, этот кит, этот стэш гораздо раньше, чем... Ну потому что он Бедрок не палил. Он ничего не спалил, понимаешь? Он только... Хотя он котуну слишком быстро корды спалил. А не буквально первый же день. В ДС он попросил на этом стэше прогрузить перлу. Я разрешил брать вещи. Ну это кирки. Ох. Хочешь забрать? О. Это все. И запускать в магазин можем начать. Нам придется это уже именно по углам мира поскладывать. Потому что на одной базе одно это слишком рисковано, чел. Ну по старинам какие-то вещи, да? Ну ты видишь, насколько их тут много, да? И половина из них уже забрана котуном деф из панча. То есть в два раза больше было. Это стэш примерно больше, чем наш. Или как наш? Ну как бы понимаешь, в два раза сбогатиться, обогатиться, ну ты понимаешь, да? Как это классно. Вчера с котуном договаривались, что получается он остается... Он получается остается на стэше. Ну да, на стэше вместе с Бодди. То есть они дружат. И через три дня, получается, он просто его предает. Находит его базу, и мы все гриферим ее. То есть вчера они общались, и эти меня засирали. Типа засирали, ну ты понял? Типа засирали. И Бодя поверил. В итоге на том, что они меня засрали, ну котун и другие, специально засрали. Эти поверили. Бодя поверил, и теперь сам видишь, он ему стэш доверил. Вот, собственно, такой стэшик у нас. Вскоре, собственно, мы его заберем. Не знаю, что это такое, как ККСССК. Смотри, что у нас еще на этом стэше есть. Какой-то сундук, застроенный в изюмах. И рядом стоит кристалл, собственно. А вон еще какие-то сундучки, которые я не чекал, да? Хочешь сходим? Интересно, а они сами чекали их? Скорее всего, да, ну, должны были. Ну, а если нет? Они просто спрятаны. Они не особо спрятаны. Ну, типа, они все равно далеко. Ну, так чуть-чуть, да, приходится походить. Ну, там еще с другой стороны. Котун на Браво Бейс, если что. Я знаю, куда он вещи переносил. А пока я выйду, чтобы не спалиться. Я просто выйду отсюда. Потому что ты же понимаешь, что Шеймус меня может спалить. И тут они, получается, все прятали. Хотя как прятали? Бодни не умеет прятать. Ладно, теперь уливаем. Итак, господа, сейчас снова мы заходим на 2Б2Т. Мы сидим с нашим, собственно, тиммейтом сейчас в Дискорте. Поздоровайся. Здорово. Да, нового клана. Собственно, сейчас мы переносим вещи со Стэша Шеймуса. Напомню, вот этого вот. Ну, сейчас там сундуки просто вы не видите. Я потом приду и покажу. Наш тиммейт сейчас будет пробежать Перл. Чтобы вы понимали, сейчас я включу вам рабочий стол. И сейчас мы с тиммейтом сидим. И вот тут они сидят. Вот, и они сидят с вебками. У меня даже из скрины, где там побольше вебок было включено. Их не парит, то, что Стэш нашли. При этом, когда я вот буквально зашел на сервер, там был Шеймус. И через пару секунд он ливнул. Он на меня не смотрел, читов нету. Просто, наверное, совпадение. Да, и пока они там себе чилят общаются, мы будем переносить, собственно, вещи. Смотри, врубай демку, я тебе скажу, где грузить Перл. Вот сюда, да. Да! Все, меня грузануло. Вот да, я сюда на этот островок... Не вижу. К острову подлети, вот. А, вижу, вижу. Сейчас подожди. Только не Китай так далеко, и Перлы. Типа, по-быстрому будем грузить поближе к базе. Все, куда мне складывать вещи? Сортировать? Сзади там есть новые сундуки. Пустые. Новые секции, понял. И там не написано, да? Для чего это? Там ничего не написано. Хорошо, ну ты в рамку поставишь, окей? У нас был вроде Вайл ПВП-кит, помнишь, такой зелененький? Нет, не помню. Он зеленый, только Вуду с последним остешком. А, он у нас в этих не сортирован... Вот этих большинство шалкеров отсортировано, где-то там это было. Нет, там есть отдельные Вуду-киты. У нас был этот кит, я помню. Да, там есть даб и еще чуть-чуть. Я вот прям над тобой брошу перел, это очень близко. Хорошо. Я тут пока землю я застроил, потом... Просто высоко поднялся и бросаю... Ой, крылья. Какую сторону ты бросаешь? Определить только. Как всегда, вот туда. Понял. Видишь, просто с высока он гораздо дальше летит, когда на элитр. Все, я умер. Так, визоровые киты я забираю. Мне срочно нужна какая-то кирка, уши ему, за найти срочно кирка. О, забери, забери сразу визор. Вот это... Они не заполнены. Так, я вот это хотел сделать. Голову приоритетно забирай, песок. Что такое? Можно накопать. Визорки-то мы взяли. Опа, вот наш сладенький. Что там? Ну, этот вот вайл пвп-кит. О, нюк армар бой. Это чисто армор. Схоже, это действительно не работает. Расстакивание? Угу. Вот теперь можешь. Сейчас, секундочку. Что, не рейнчаешь? Не особо. Элитры или добежишь? Добегу, добегу, не надо. Я же поэтому и кидаю очень близко. Ну, раз таки они работают, либо ждем лучших времен, либо забиваем. Ну, что, пойдем потроллим Шеймуса? Ну, я бы замьючусь. Почему? Да, ты замьючусь, но ты будешь видеть эту демку. То, что ты нашел мою базу, а, этот, дипстаж, мне как-то плевать. Мы это туда, если что-то цены там было, мы его уже вынесли давно. Кстати, мы эти корды, это дипстаж уже давно слили. А почему он до сих пор живой был? Потому что люди пока сейчас еще сохранили ралитет и пока доносят это. Пока... Так, слили или не слили? Так мы же не публично. И вообще, конечно, такой странный, типа, материал вообще, видеоролики. Я знаю, мне нужно, я потом как-то скрою. Ты охотился ради того, чтобы просто меня на спауне убить? Ну, я не знаю. Мне было бы, не знаю, так стыдно, видеоролики продевать. Не, ну, типа, чтоб, я понимаю, ну, типа, чтоб хоть какая-то, ну, типа, знаешь, у тебя всегда такие стримы гладкие, никто не охотится. И плюс, типа, многие недовольны были тем, что ты, типа, осуждаешь читы и все такое. Ну, в плане, типа, ты говоришь, что читы это плохо ради хардкорности, хотя никакой хардкорности нет. Поясняю, читы, игра без читов конкретно на 2B2T, это обрезает игровой процесс. То есть, ты чисто кастрируешь себя от части геймплея. Потому что, благодаря читам, ты можешь летать на далекие расстояния. Читы не тэпают тебя слишком. Ну, смотри, максимальная скорость, которую ты с ними достигнешь. Во-первых, у меня тоже знакомые вот читы, я ничего им не говорю. Я чисто за себя говорю, как анархия, это серый без правил. Тут люди сами уже навязывают какие-то негласные правила. Типа, я хочу без читов. То, что ограничивают, да, потому что в обычном Minecraft и даже те же самые эти, те же та же читы, которые дают странные возможности. Это прям полный функционал, по которому ты можешь достичь все, что хочешь. Ну да, ну просто смотри, просто нельзя назвать читеров, типа, читы не дают преимущества здесь. Потому что с читами играют абсолютно все. И никакого преимущества ты не получаешь. Преимущества ты только получаешь в зависимости, насколько хороший чит и все. Не, ну, понимаешь, просто прикол в том, что как бы люди изначально, как бы уже полностью обычный Minecraft или даже дополнительный успокоенный Minecraft, который там с командами, уже людям это уже надоело каким. Люди орезают себя, создают хардкорность. Люди ставят себе ограничения, чтобы пробиться сквозь это ограничение. Ну смотри, это не совсем тут работает, смотри. Потому что, к примеру, если вот Неркинг, например, видел видос типа полсердечка хардкор. Или просто хардкор. Это одно дело, это еще более-менее, ладно. Но, понимаешь, тут небольшая разница, смотри. Есть Minecraft, представь себе планку, да. И ты, образно говоря, типа эту планку повышаешь, то есть сделать для себя сложнее выживание. На 2b2t же, ну ты лишаешь себя части процесса, ты не сможешь летать, искать стэши. То есть на 2b2t обычное выживание, как по Майнкрафту, прохождение, оно совсем не подходит. Тут свой сюжет, можно даже сказать. То есть по сюжетке сперва ты должен выбраться со спавна, потом основать базу, потом найти игрока, который тебе даст вещи, ну и все такое. В принципе, в этом семьях я не являюсь искать стэши, а то другие люди находят стэши. Ну типа ты можешь попробовать, потому что те же читы, они тебе могут дать возможность какие-то крутые постройки делать. Даже, понимаешь, тот же бот, например, баритон, я не знаю. Вот мне, к примеру, скучно, да. Я хочу пойти, к примеру, на вот какие-то координаты. Сейчас я включу коротко, чтобы тебе видно. Понимаешь, вот именно из-за того, что у меня вот как раз нет такого супер-быстрого полета, который дает мне возможность вот так вот перемещаться. Я задумался над той идеей, чтобы создать механизм, телепорт. Я начал над этим... Не, это прикольная идея. Я нахожу другие альтернативные пути, то, что раньше люди не делали. Потому что я, получается, ввязываюсь в эту войну деревьев против деревьев. Вот. И мне, получается, надо нормально организовать какой-то состав. И вот как я это сделал, мне, получается, надо продолжительное время этот состав руководить и поддерживать. Создавать, так сказать, контент как для тех людей, которые хотят за деревья, так и людей, которые против деревьев. Потому что сам South Cold, который мне писал, который, сколько, 7 лет назад или 80, объявил войну деревьев. Самый начинщик. Он сам мне пишет, типа... Вот так и заканчивается наш небольшой ролик. Надеюсь, вам был интересен этот видос. А я желаю вам удачи. Увидимся. Увидимся.